Ну давайте, вылака фан, вылака фан. Так и есть, долгожданный матч. Все, мы начинаем, я смотрю за Егором. Давайте синхронизируем Повы. Синхронизируем, да. Если честно, очень сложно сказать по поводу этой карты, потому что я ее... Плавлен занимается уже ранним зарядки, тем временем делает главный на этой карте. А, ну это самое главное, это основа основ. Ты бы, играя эту карту, контролировал именно вот ту комнату, пофиг на РПГ, на все остальное, да? Почему? Игра только началась, поэтому нужно отожраться. На этой карте у вас контролирует вот эту вот зону зарядка, то, что вот этот лип, R2 и центр, будем говорить. Ну, в общем, короче, Нессер с Егором... Нессер с Егором навели шуму как раз-таки в той комнате, а Хоми под шумок-то взял РПГ. Нессер находится в комнате с Магнумом, вот, инфы никакой нет, потому что его тиммейт умер, но следует... Смотря, они, кстати, все по двое ходят, извини, что я перебила. Не-не-не, ничего, ничего, можно перебивать, главное, не сильно, вот, это было окей. Да, ходят по двое, потому что, вот, мы с Тамарой ходим парой, и, понятное дело, что... Нессер хотел взять, но он умер. Надо уходить сейчас, Хоми. Слышали звук воды, потому что, короче, или впадают воду, здесь всегда звук воды. Угу, булькани. Как-то не были как-то готовы. Привет, ребята. Карту, все-таки, наверное, они наиграли, еще хотя бы лишь достаточно очевидное. Окей, ну, Хоми, в общем-то, лишается РПГ, что немного обидно, я думаю, что... Не гордуют по этому поводу, зарядки нет, будут сейчас они принимать. На центре видит кого-то, ага. Пажет флик и должен, в принципе, здесь Егор, да, перестелить. Хоми убивал. Жука на стене. Идет на подмогу, да, все, пришел, убил. Команда DramonBase успешно гопнула. Угу. Окей. Если брать индивидуальные скилы, я думаю, что планы для самой силы на этой карте. Опять же, он играет за слабую сторону, за комбо. А потом он ливнет или красный ливнет? Забавно, что ты это подметил, потому что до карты он заходил сюда в дискорд и говорил, будем банить Милео, ну его нафиг. Если ты затащишь там Хоми, то го. Ну, в том-то есть проблема, что, мне кажется, с Хоми эту карту играл, где там почти, может, пара-друга. И это, и, не менее, тик. Так, ладно, тем временем план баста один ворвался в тусовку, его ребята там законтролили. Опять можешь проиграть, они же там вдвоем. Причем Егор был без оружия, он подбайтил, отдал своему тиммейту сделать всю грязную работу. Вот, надеюсь, Драманбейсер не слишком сильно из этого расстроился. Хотя, кого я обманываю, он вообще не отчаивает. Да, там у всех ладошки потные, о чем речь, блин, Нессор сейчас умрет. Давай, все, пока. Фликом просто запечатал его в этот угол. Пришел, да, отомстил. Окей. Так, начинает высасывать зарядочку. Хоми тем временем чекает РПГ. Слушай, отличные позиции они заняли, в принципе. Егор, Нессор крадутся. Будет сейчас Нессор просфамливать. Так, не получается у него ускорить шар. Включил. Нормально, да. В сторон в конце план где еще. Там Егор назабрался. Да, ну и Нессор пришел вовремя, сделал вот этот фатальный выстрел решающий, что позволяет команде Егоров забрать два очка себе. Ну, он просто взял так же, шотнул. Я сегодня Нессора размял хорошо. Мы с ним целый день играли. Ой, блин, ну, конечно, тут патронов не хватило. Ну, да, как ты был прав, на самом деле, Лех, тут основное месиво происходит как раз-таки даже за зарядку, не за РПГ. Никаких запретов, ребят. Ну, че там устроили? Кстати, Ореспа. Видимо, целился наперед он. Вот, ожидал какого-то предикта, но не получилось, не получилось. Вот из-за этого, из-за того, что он стоял. Оп. Да, Хоуми дожал Егора просто один на один. Безоружного, безоружного, да, он его подловил. Хоуми тоже должен делать фраг, окей. Так, посмотрим, что у нас по счету. Все, достаточно равная игра. Пламен пока что немножко отстает, вот. Но ничего критичного. Блин, Нессер не может разобраться и помочь своему тиммейту. Просто у него все на перезарядке было, и Арбалетман не попал. Уходит, не уходит. Все, отлично. Хоуми, что делает? Надо сейчас... Берет РПГ. Контролит ли его кто-то или... Нессер его вроде как должен контролить. Да, его контролят. Сейчас его возьмем. Все, упал. Нессер сам ходит в ходу, но главное, что забрал под конец. Хотя остался в ходе. Обидно, что лифт как раз-таки не в позиции. Но будет забирать, он ждать второй РПГ. По идее, по логике... Ну, кстати, Егор его прикрывает. Да, попадает, между прочим. Все-таки вынужден Пламен отойти. Аккуратненько отстреливается. Кидает еще Геренку на отход. Пламен достаточно в ХП. У него даже, по-моему, 100 армора сейчас. Поэтому... Я не знаю, чего Пламен испугался. Мне кажется, он мог сейчас сыграть более агрессивно. Иду их запять. Может быть, не было инфы по лифту у него. Он ожидал, что чувак... Без оружия шел, без оружия шел. Все равно отбился. Нормально, сейчас будет отсасываться. Ой, хороший флик. Как это флик. Так, зарядка кончилась. Следующий появится. Через минуту. Но он должен быть достаточно здоровым. Окей, Хоми. Смотрит центр. Пытается найти какую-то инфу. И не... Так, посмотрим, переключимся. Окей, все-таки решают. Немножко изменить стратегию команды Егора. Они думают, давай сыграем от РПГ. Потому что... Егор упал и решил с РПГ сходить. Он промахнулся. Смещается у нас на зиге. Ой-ой-ой. Ой, Пламя царвал Джек-Кот. Он его поднял или оно упало вниз? Не, оно вниз упало. На дне просто лежит. Окей, смотри, тут шаг, который должен был быть Пламя. Он попал в него. Идет дальше. Егор что делает? Зарядка будет где-то еще секунд через 20. Вот. Нас, конечно, негодует немного по этому поводу. Но... Отжирается. Там классная... Две аптечки очень приятный поднять. Егор почему не берется... Точнее, не берет РПГ. А тиммейт его далеко, видимо, решает не... А он рядом был. Он был рядом. Он просто вышел, убил чела и пошел. Собрал все ресурсы. О, двойные зарядки сидят. И в то время Нессер как раз зарядка... Так, одного убивает Егор. Ловит шарик. И пытается переиграть просто Пламяда. Нет, Хоуми пришел. Никогда не стоит Пламяда спамить в упор. Особенно, ну, как бы, просто вот тупо в упор. Тебе дороже. Конечно. Ребят, что в чате происходит? Там работяги веселятся. Главное, чтобы без этих... Без сюрикенов просто. Ребят, пожалуйста, я прошу вас. Ребята, так, работяги, запускаем гидру в чат. Не надо. Давайте просто гусей или корабль, я не знаю. Но только не сюрикены. Все корабли, все в артстайлы, ребят. Давайте, поехали, поехали. Так, тем временем, по счету, еще более равная ситуация по счету, чем когда я последний раз чекал. Зажимает все эти команды DRAMNB. Ой-ой-ой, Егор шальным шаром убил просто. Падает вниз и мог поставить сервершот. Додумался, додумался пистолет взять и в воде его убить. А почему РПГ так не поднял? Не знаю, видимо... А, сейчас пойдет, сейчас пойдет. Да, 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 да. Нессер приходит, кстати, тут, да. РПГ нет на месте, недоступно временно. Тем временем у нас дядя Богдан в чате появился. С ключом на 12? Не знаю, не надо. Подожди. Хорошо, не будем, не будем. Так, я смотрела за Егором. Кстати, переломный момент. Я сейчас тоже смотрю за Егором. У Нессера вроде как... А, у Егора есть РПГ. Ой, он промахивается из арбалета. Ну просто выносит вот так вот. Он как бы получил такой дуплет и принял его за офенгал. Не шути с Егором, его шатган сегодня серьезно. Я с ним поиграл немножко, пока я его разминал. Скажу вам так, стрелять этот парень... Пошел, Нессер смотрит его контроли. Сейчас их будут подрывать. Хомит, он готовится. У него получилось, он сделал килл. Он сделал сезаги. Это важный враг. Это сделал очень, потому что до этого пламя попал с арбалета. О, все, отлично. Там не было обязательно. Подожди, серия каких-то странных убийств. Я бы сказал, что это типичная эта карта. Здесь без конца зарубка на зарядке. И непонятно, что происходит. Здесь много респов. Все сюда бегут гранаты, там, дрожь, понятно. Совершенно никак не реализовал свой РПГ Егор. О, сейчас они вдвоем. Его даже мог не было. Пришел Хоуми и Суис. В ноль все получилось. Ну, как бы нормально. Ну, да. Сейчас все резнулись и должны собирать ресурсы. Практиковать быстро кто где. Вот у Пламеда есть вроде как Магнум. Нет. Нет. Хоуми хейтер. В который раз. Слушай, красные ведут. Пальшот вспомнил очень сильно, залевает пока что. Я вот этого каналия, которое происходило... Хоуми сейчас разберется. Да, Хоуми нужно подсобраться. Я бы хотел как раз сказать, что вся вот эта ваканалия, она закончилась так сильно не в плюс для команды Drum'n'Base. Да, вот. Потому что отрыв уже больше, да, 13 фраков. Господи. Так. Нессорчик выходит за РПГ. Подбирает. Кто-то занял аптечку, поел. Я не посмотрела кто. Там главное, что Егор прикрывает. Да, Егор прикрывает. Егор падает. Егор не прикрывает. Сейчас Нессорчик опять снять позицию. Нет, но там, где он все там прикрыл. Он сделал достаточно, он достаточно время их сдерживал. Нессор уже смог выбраться спокойно. Отлично. И получается, они парадом разменялись, да? Нессор просто РПГ отбил. У команды Drum'n'Base есть, получается, зарядка. Слушай, они пытаются оккупировать РПГ вот эту позицию. Только там никакого отхила нету в этой точке. Нессор был владельцем РПГ, да? Или Егор? Нессор. Нессор, да. Тогда, получается, его смерть... Ну, никак он его, в чале не реализовал. Ну, он опять его уронил. О, Пламент на опыте с шариками умеет обращаться. Делает отличный килл. Так, Егор немножко отхиливается. Тессор-то переснулся. У него уже напали с двух сторон. Он пытается отбиться, у него ничего нет. Он пытался отбить гранату, но его убили просто. Так, что там у холми? Так, они вдвоем на зарядке. Меняются по очереди, заряжаются. Нормально. Все, минут еще есть у команды Drum'n'Base для того, чтобы отыграть преимущество. Это, в принципе, реально. Все-таки спауны на этой карте собираются вообще на ура. Так, Егор что-то потерялся, на него двое там напали. Сейчас Нессор разберется или нет? Он просто отойдет. Так, смотрю за него. Нессор просто ныкается. Нессор ныкается, да. Но он знает, где двое находится. Ага. Очень давно зарядка. Сейчас может умереть. А ничего нету, кроме шутгана и арбалета. Будет ли дабл от Егора? Приходит его тиммейт вовремя. Ну, блин, отлично они сыграли. Видно, что... Кстати, интересная же история, да? Хоми, это же оригинальный тиммейт Егора. Вот. И, получается, может ли он его читать лучше из-за того, что они вместе играли с ним? Какой... Дает ли это какой-то преимущество? Потому что Хоми явно не дает пока что, если мы так посмотрим. Надо бы ему действительно как-то подсобраться. Мне кажется, здесь дело в том, что, во-первых, Хоми играет в комбо. Ой, как он его убил. Отбил шарик, убил двоих. Просто шикарно. Ну и умер в итоге от бочки. Бочка тупо лежала, кстати. Что делает Нессор? Смотрит позицию, ждет зарядки. Что он... Отбивать на всякий случай ее нужно. Отлично. Нессор защитил просто эту зарядку. Ждет, наверное, пока к нему подойдет уборчик. Не дождался. Что делает Хоми у нас? Сбирает ресурсы. Сейчас пойдет тоже на зарядку. И находит импульс, к сожалению. Взял два шара, но, по крайней мере, от них он не умрет. Хочется еще отметить, что достаточно равное противостояние по скилу, но команда Егоров смотрится тимплейне. В который раз уже я переключаюсь между полами игроков и наблюдаю, что Егор байтит, приходит Нессор, всех добивает. Или же наоборот. Вот нужно как-то немножко по сыграннее действовать команде Drum'n'Base. Ну, опять же, в ламбе с Хоми они, по-моему, почти вообще не тренились. Можно сказать, что матч против МГТС это была своеобразная тренировка. А Егор с Нессором они постоянно вместе играют в последнее время. Да. Да, кстати, Миша, это правда. Я зашла и сказала. Так что все размены, которые происходят на карте. Поэтому, сорян. По большей части... Ну, я бы не сказал, что разрыв как-то по счету отдалился, либо сократился. Он так и остался в пределах 12-14 фрагов. И колеблется. Хобби принимает волевое решение занять трубу. Окей. Его контролит кто-то из команды Егора. С Нессором не очень удачно Фоми сыграл, но он... Отдал трубу, кстати. ...просто перехитрил в конце. Перехитрил в конце. Просто пока все непонятно, за счет чего... Ланбит и Хоуми могут вытащить эту игру. Ребята, я немного испортила запись стрима, потому что... ...было очень смешно. Я просто не усмеялась 30 секунд. Не надо мне звонить. Хорошо, мы тебя прощаем. Просто запись чата не сохранится, чтобы всем было понятно, по какой причине я смеюсь. В итоге, короче, я смотрю Хоуми, там пошел за РПГ, убил всех на своем пути. Сейчас будет подниматься, где в этот момент Ланбит. Он к нему на помощь не придет. А, в принципе... Волевая попытка была. Переконтролить пламя на гравипушках. Но не закончилось никак успехом. Все-таки за фиссуапы двор он стреляет в упор. Да, Хоуми разошелся. Че, это РПГ подобрал? Хочет счет вернуть на место или что? Есть ли створяда для РПГ на этой карте? Такой вопрос. Мне кажется, нет. Профессиональные просто игроки в Хэлл 2дм пытаются выяснить, есть ли на этой карте за РПГ. А, в любом случае, это не будет являться геймченджером. Нилсер просто соляно. Мид вышел и показал, кто самый быстрый ковбой на Диком Западе. Так, так, так. Отлично. Ребята, ребята опять в который раз просто ходят парой. Хам, не хочу радместером. Да, пока не ходят парой, Хоми решит повторить свою стратегию. Опять по шумам забирает РПГ. Да, да, у него получилось сделать 2 килла. В прошлый раз. Подблокировал. Но, к сожалению, часть. О, двоих, двоих. Почему не двоих? Должен, должен делать 2 килла. Да, да, слушай. Он, мне кажется, открыл ключ успеха на этой карте. Да, да, да. Перфуменс. На третьем ремнем 9 килла. Достаточно. Сколько, учитывая, что здесь можно играться сейчас закрыто. Много спама. Угу. У нас турнирная игра. Да, мне кажется, что Егоры, вот, не могут сыграть не только Тимплейна, но также осознать, что все-таки давай немножко игру подзамедлим. Как бы ты не сыграла с ними злой шут. Ах. Да, сыграла, что это сходно, слушаю шутку, выбивает РПГНСР. Более того, попытка за контроль и тресок, вот, заканчивается этим киллом. Очень-очень не повезло. Окей. Ладно, конечно, что я не знаю, что ошибка. Да, давай, хорошие фраги. Слушай, ну, они уверены просто на 10 фрагов примерно отрываются постоянно. Он нагоняет, теряет. Ну, блин, не, они все уже берут. Три минуты у них осталось, они за три минуты не успеют взять. Только если они вот с РПГ контролируют. А вот пламя-то пошел. Нет, не пошел. Егор, до свидания. Игра до определенного момента, минуты до, по-моему, восьмой, была довольно равной. Да ладно. Но после этого начались дышащие размены. Гнессер, блин, красавчик. Что делает Гнессер? Убивает своих тиммейтов. Может быть, им нравится такой супружеский БДСМ. Немного. Заколдованный шарик не срандамливает Нессер, не как. Так, ребята, мы в твоем настигли хоуми, пламбит ее сейчас будет заряжаться или что. Смотрим. Да, Егоры, Егоры читают. Да, да, они просто думают, давай нафиг нам крысить, мы будем, короче, закреплять свое преимущество. Получается, Нессер нырнул, Егор его прикрывает, все чекает, не слышит. А они вообще даже далеко, они абсолютно не в позиции, да, вообще. Просто дабл. Помню, собирался, собирался, его убили, да, и пламя тоже они пытались просто какие-то ресурсы поднабрать, пока ребят там вдвоем ходили, ничего не делали, кроме РПГ. Помню, сейчас умрет, вид 6 какой у нас стоит. О, господи, переворот гейминг, он просто шарики забывает голову Нессера. О чем, кстати, говорил Егор перед тем, как мы начинали, о том, что мы играли с ним сегодня в дуэльке, и он описывал Нессера, как достаточно аркадного игрока. С аркадного пришло бы пометно. Ну да. Комментарий в чате, боже, храни Драман Бейс. Да, за Драман Бейс и двор стреляем в упор. Кстати, да, кстати, у нас тут клуб любителей Драман Бейс, Драман Бейс и двор стреляем в упор. Да, если тут какая-то игра сегодня еще будет, против какого-то, в перерыве можно будет послушать что-то. Да, Хоуми не смог поймать гранаты, его убили, просто ребята опять вдвоем настигли. Один снизу, мне кажется, стрелял в зарядку, другой сверху накидывал гранаты. Пламент сейчас будет заряжаться. Егор читает, убивает его. Он очень неудачно взял грен, они, похоже, в него кинули грен. И, соответственно, кеймплей он просто включился. Да, игра и пушка была занята. И тут размен произошел. Окей, пламент отомстил, так сказать. И третьего тоже должен мальвать, но, получается, это движение. Ну да, да, да. Ну и на самом деле левать не смешно в таких как бы так матчах. Нужно морально настраиваться на следующую карту, тренировать как бы АИМ разминаться, чем я думаю, как бы ребята и заняты. Кстати, Лёш, ты играл в Warlock против кого-нибудь из них? Чё скажешь по поводу натрененности? О, господи, он прям зумом решил RPG пустить, чтобы Мне кажется, что на Warlockе пламбит, опять же, индивидуально. Он будет, скорее всего, самым сильным. Блин, Холми своего убил просто. Не слышал. Наверное, тебе килограмм 7 или 8 сделал за этот матч. Дизенфа какая-то произошла. Ну как так можно было? Он же должен был, значит, там свой. Ошибка? Нет? А, блин, 2 секунды, чё там отдавать? Последний килл Егором в Холме вот просто гвоздь ему в гроб заколотил. У Егора забирают себе первую карту. Всё-таки они играли за Реблов. Я думаю, что фрагов 5-7, вот это преимущество было за счёт стороны. Решили ребята не играть эквалайзер. Ну, оставшиеся фрагов 5-7, ну, там были дичайшие размены. Холмик весел, очень поучаствовал. Ну, и в целом Егоры немножко смотрелись чуть-чуть, вот фрагов на несколько, буквально, на несколько процентов, вернее, бы даже сказать, поувереннее. Я думаю, что они смотрелись даже, я бы сказал, гораздо лучше, мне кажется, финальный счёт, но, в принципе, может быть, не совсем, но всё-таки отражает игру в целом. Они действовали тимплейно. У Drum'n'Base команды было много очень таких тупых тимкилов. Там Холмью убивал на зарядке пару раз Пламбеде. Там был Deathmatch нон-стоп. А там просто какая-то, да, там какой-то вихрь произошёл, они начали просто друг друга убивать. Тимплей, сторона Рэблов, хорошая слиба, взаимодействие всё это зарешало, и Егоры выиграли. Ну, я бы сказал, что Егоры на этой карте, я бы не сказал, что, может быть, прям это их самая лучшая карта, но здесь они показывают тоже хорошую игру. Перформанс отличный. Ну, опять же, за комбайнов не факт, что они смогут остановить Пламя, да если Пламя сейчас соберётся, то мы вполне можем посмотреть третью карту. Ну, опять же, много будет зависеть от Холме, как он себя проявит, поскольку он эту карту много не играл. Я даже не знаю, сколько раз он вообще всё сыграл. Там не факт, а в трусах, там я в трусах. Я зашла в аспорт и сказала, что я... А, бля, я не в трусах. Я всё переводнула. Это будет непросто, потому что мы-то мог бы отыграть гораздо... Помню, не начал Тим Кильд в середине карта без конца. А, Рэдди пишет, ребята, вот, так, стрим Рэдди. Лера, ты там как? Я на изготовке, да, на полной, но единственное у меня вопрос, в чате последовало, факт, а ты в трусах? Ну, смотря, как это понимать, я оставлю интригу. Он оставит интригу, я свою интригу уже просто рассказала, что у нас за пауза началась. Какое рвение демонстрируют игроки. Да, решат, кстати, вот. Как раз хотел.